Вход Иисуса Христа 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, а отвязавший его приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали ему, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали «Асана, благословен, грядущий во имя Господне, благословенно грядущая во имя Господа, Царство Отца нашего Давида, Асана Вышних». Тема моей проповеди – это «Почему мы следуем за Христом?» Что мотивирует нас идти за Иисусом Христом? Я хотел бы обратить внимание на 9-й и 10-й стих. Там написано «И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали «Асана, благословен, грядущий во имя Господне, благословенно грядущая во имя Господа, Царство Отца нашего Давида, Асана Вышних». Стихом ранее там написано «Многие же постелали одежды свои, много людей шло, много народу было на этом празднике, много народу следовало за Иисусом Христом». Но почему? Что мотивировало этих людей идти за Иисусом Христом? И я нашел три причины, почему люди могут следовать за Христом. Их может быть и больше, но три, которые я увидел в этом тексте. Первое – это люди ищут спасения. Люди ищут спасения, но не спасения своей души. Они ищут спасения своей плоти, своих желаний, своих принципов. Слово «Асанна», которое сегодня используется как слово «прославление», имеет значение того, что «спаси же нас, о Господи, спаси же». И люди, видя Христа, входящего в Иерусалим, возможно, думали «вот тот, который защитит нас, вот тот, который защитит нас, защитит наши принципы, он спасет нас от этого римского рабства, римского господства, они видят его, они принимают его как потомка Давида, как пророка, как царя. Но только они понимают это в узком сознании земного царя, в узком понимании этого земного царя, что он только пришел спасти их. Стих 10. «Они восклицают благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида». Они понимают, что это тот, который должен прийти. Вот только их представление о том, что он должен сделать, оно расходится с реальностью. К сожалению, они искали спасение своей плоти, с чего-то видимого, но не спасение своей души. Второе – это люди ищут чего-то сверхъестественного. Они ищут чудо, им важно получить какую-то выгоду, и им любопытно. В Евангелии от Иоанна, 12 главе, это та же история, записана только 17 и 18 стихом. Там написано «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Эта группа людей – это просто были простые зрители. Они хотели увидеть, кто же воскресил, кто это такой, кто может воскрешать другого человека. Этими людьми, возможно, движет какое-то любопытство или получить выгоду. Правда ли, что о нем говорят? Если да, то почему бы мне не пойти туда? Может быть, и я получу что-то выгодное от Бога? Однажды на работе ко мне подошла моя босс и говорит, «Помолись за меня, помолись за наш бизнес, чтобы у нас было больше денег». Этот человек не верит в Бога, но ей важно получить от Бога выгоду. Людям важно получить выгоду. И сам Иисус говорит о таковых людях. Он говорит об истории, если мы вспомним 6 глава Иоанна, 26 стих, там, где он накормил 5000 народа двумя рыбками и пятью хлебами, то он в конце говорит им, «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Вот почему люди ищут Бога. Любопытство – это другое качество, почему люди ищут. Как это все увидят, а я нет? Как это весь народ там, а меня там нету? Все там, поэтому им не нужно быть там. Поэтому мы видим, что через несколько дней люди все эти кричат «Распни его». Поэтому мы видим, что им так легко это делать. Третье, на что я хотел обратить внимание, это люди ищут господства и славы. В Евангелии Матфея, где также записана эта история, главой ранее в 20 главе, 21-24 стихе мы находим такую историю, где мать сынов Завидеевых приходит к Иисусу и говорит, «Дай моим сыновьям сесть по правую и по левую сторону тебя, когда будешь царствовать». И там написано, «Услышав это, другие десять вознегодовали». Как это они будут царствовать? А мы? Чем мы хуже их? Кем мы будем? «Дорогой друг, почему ты сегодня следуешь за Христом? Почему тебе важно идти за Христом? Чего ты ищешь? Может быть, ты ищешь каких-то чудес? Может быть, ты хочешь царствовать, хочешь быть выше кого-то? А может быть, ты ищешь спасения в какой-то ситуации? Или тебе выгодно идти за Иисусом Христом, потому что помолился, Он может что-то дать, когда нам может быть интересно? Иисус, видя все это, Он плачет. Он понимает, что Его не принимают как должно. Он понимает, что народ не увидел главной причины Его прихода, не понимая, что Он есть гарантия их мира. В своей беседе в Евангелии от Иоанна, он дальше говорит ученикам, «Кто мне служит, мне да последует». Мне да последует. Не своим целям, не своим правилам, не своим прихотям, но мне. Мне Иисусу Христу да последует. А потом Он дальше говорит, вот принцип следования за Христом. Он говорит такую мысль, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Итак, следование за Христом требует от нас возненавидеть свою душу. Я также взял три пункта, на которые я хотел обратить внимание, как проявляется это ненавидение своей души в человеке, следующим за Господом. И первое, это ненавидящий душу свою человек, он ищет Христа, чтобы найти потерянный мир. Чтобы найти потерянный мир с Богом и свидетельствовать о этом окружающим людям. Второе Тимофею, 4 глава, 4-5 стих, там написано, «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Совершай дело благовестника. Трудись в этом, исполняй служение твое. «Теперь не все и все вокруг меня, но теперь все это время, оно Господу. Я отдаю это время Господу, я отдаю всего себя Господу. Теперь важно не что я получаю для себя, но что я отдаю для других, что я отдаю для Господа». Вот это человек, который ненавидит себя. Второе, человек, ненавидящий себя, он ненавидит свое «я». Такой человек, он не угождает себе, он не угождает своим желаниям, его сердце и разум, оно занято не своим «я», но тем, что горнее, что Божие. Он живет принципами небесного царства, принципом отдавать свою жизнь, а не получать для своей жизни. В Колоссянам 3, 12-25, там описана характеристика человека, который ненавидит себя. В его жизни проявляется милосердие, благость, кротость, долготерпение, любовь. И там еще много других подобных качеств, которые написано. Этот человек, он понимает, что его время, его финансы, его семья, его близкие, они не его. Оно все принадлежит Господу. У такого человека вектор направлен не к себе, не к своему «я», но от себя, к другим людям и к Богу. У человека, который угождает себе, не смогут проявляться эти качества милосердия, благости, любви. Такой человек, он не может давать людям, он только способен принимать. И третье, это такой человек, который ненавидит душу свою, он готов переносить страдания. И даже смерть ради свидетельства. Как мы прочитали выше о том, что в Тимофею написано, «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника». Возможно, в жизни будут скорби. Откровение 12.11. «Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти». Следующие за Христом люди, они готовы отдать свою жизнь за Христа, за Его свидетельства. Мы можем вспомнить примеры из Ветхого Завета и из Нового. Одна из них — это Даниил, тот, который был брошен к львам. Он не дорожил своей жизнью. Другие — это его друзья. Это те, которые также пожертвовали своей жизнью, не побоясь раскаленной печи. Апостолы. Почти каждый из апостолов умер не своей жизнью, умер мученической смертью. Итак, почему мы сегодня идем за Христом? Что движет нам? Движет ли нами желание славы, господства, желание получить какую-то выгоду от Бога? А может быть, мы идем за Христом и готовы отказаться от себя? Мы готовы отказаться от своего «я» и готовы вместе с Иисусом Христом страдать? Люди, шедшие за Христом, они не понимали этого. Но дай Бог нам мудрости, чтобы мы шли за Христом с искренним сердцем, с искренней мотивацией, чтобы достичь Царствия Божия. Да благословит нас всех Господь! Встанем и помолимся! Когда Иисус ополнит сердце живительным потоком, когда душа поет осанна, реклую я пред Богом, его стена, и он, и он, и он, и он, и он. ностиDr. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу! Когда Иисус возьмем в небесу, Небесные черноги, Когда спасенные народы Посликнут перед Богом, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу! Иисус сана, Иисус сана, Иисус сана, Иисус сана Беши! Я жду в Тебе свою отряду, О, Иисус, гляди! Нашла душа в Тебе устану, Источник жизни Ты, Иисус сана, Иисус сана Беши! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу! Аллилуйя, 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 God for His sovereignty in all of this and to use this event and to have me switch with one of the speakers as if to tell me personally I wrote this story in here for you. I want you to not simply brush over it but explore it in detail. And I would want all of us through this sermon to be able to understand why we celebrate Palm Sunday and what Jesus is trying to show us here and what God has been teaching me. So if we open to Luke 19 verses 28 to 40 we'll read there. Luke 28 And when He had said these things He went on ahead going up to Jerusalem. When He drew near to Bethpage and Bethany at the mount that is called Olivet He sent two two of His disciples saying go into the village in front of you where upon entering you will find a colt tied in which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you why are you untying it you shall say this the Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as He had told them. And as they were untying the colt its owners said to them why are you untying the colt? And they said the Lord has need of it. 35 And they brought it to Jesus and throwing their cloaks on the colt they set Jesus on it. And as He rode along they spread their cloaks on the road. And as He was drawing near already on the way down the mountain of Olives the whole multitude of His disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they have seen saying blessed is the King who comes in the name of the Lord peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to Him teacher rebuke your disciples. He answered I tell you if these were silent the very stones would cry out. Palm Sunday was marked the beginning of Passover week the week celebrated as the liberation from Egyptian slavery. So there was a huge crowd in the city and this was the week before Jesus would later go and be crucified and later the following Sunday would resurrect on Easter and there's a few points like I mentioned I want to cover here the preparation the reaction and the responses of the crowd and then thirdly why is this important? for us today. For the preparation the first thing that we notice is this not so short introduction to the story and the preparation that went into this entrance. We see verses 28 to 35 explaining somewhat complicated situation. It says what they did where they were supposed to go what they were going to do what the people were going to say and we read this at first glance we might think well this is somewhat irrelevant why is this all this detail in the scriptures here? I mean why would we spend all these verses talking about what all the disciples what they were going to do what they were going to say getting a donkey untying it and then being questioned why is this so complicated in here? Why have you I mean have you read this and thought couldn't scriptures be put to better use here isn't this somewhat waste of scripture area with all this details I mean couldn't Luke just say they went and brought the donkey but instead we have these seven verses going into details and when I was younger I heard this story and I would ask myself wait are they stealing the donkey here? I mean what's going on here? But later we learned through Mark's gospel it says that they were to bring it right back and it was used and it was allowed for them to use for the king so but either way why all this necessary detail of what's going on here for the preparation? As I was doing the studying and reading the many commentaries for this passage the answer I think is that the author Luke a man of extreme attention to detail is very careful to what he is trying to show us this whole time that this event the minor details the exact words to say the exact words that were going to be said is the precise planning and divine foreknowledge of our God that Jesus here planned everything every single detail he was sovereign over all of it where to go what to do what he was going to say what was going to be said and that this would not stop here but it would continue the whole week all the way to the cross and all the way to Easter where he would rise on the third day I think Luke here and based on all the studies I've done he wants us to see there are no accidents here there was not an idea no last minute planning on behalf of Jesus Jesus does not go and last minute notice he does not have anything to ride on into town it's God saying I was behind all of this from the beginning I am and I will be behind all of these events and where this would fulfill also the prophecy of Zechariah in Zechariah 9 for almost 500 years before this event ever happened where in Zechariah 9 9 we read behold your king is coming to you righteous and having salvation as he humble and mounted on a donkey on a colt the foal of a donkey so again why all this detail in the preparation why is this so complicated you might think well it's because God through the scriptures wanted us to show that there's no accidents here this happened for a purpose everything is happening according to God's plan and that every detail is showing us that Jesus is sovereign over this event and that he was the Messiah he wanted the crowd to know that Zechariah was writing about me I am sovereign I am salvation and I am the one who is coming and I planned this way before time so that the purpose of this entrance would be known so that is what why what I believe is the attention the detail that Luke is showing us through the preparation verses so secondly let's kind of consider the reactions of the crowd in this event as we begin to explore the story further there are two reactions we see here we can split the crowd into two categories one is the crowd that's worshipping and rejoicing the disciples and the multitude of disciples as it says in 37 verse 37 we read as he was drawing near already on the way down to the mountain of olives the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they have seen if we were to look back at earlier passages this was the same crowd that followed Jesus for a while and it says the multitude meaning it was more than the twelve this was the same crowd that seen many miracles listened to Jesus tell many parables teachings and they were rejoicing as their Messiah was riding into town this was the crowd that was happy to be around Jesus they wanted to be around Jesus they wanted to worship him and throwing their cloaks was a sign that they were saying we surrender to you we want your will to be done we want to follow you and they were yelling Hosanna which means my salvation is here or if we were to take the literal translation into today's modern language it would be hooray for salvation Hosanna so and many of us heard probably often we hear that this crowd who was glorifying Jesus would also later be the same crowd that was yelling crucify him but we got to be careful here because there's two different crowds here we have to pay attention if we look and all the commentaries and exploring it a bit further we see that there's 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 two two crowds here ones were those who left their homes and decided to follow worship Jesus the Galilean pilgrims traveling to Jerusalem and then also the Pharisees so there's obviously that crowd that followed Jesus for a show they wanted free stuff they wanted him to overtake government they wanted him to have control but most of the praise was coming from his followers as we read the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God in verse 37 so why is this relevant and why would we even bring this up well the first is to show that amongst the crowd there is genuine people there that wanted to worship God they loved God they loved Jesus they were praising him as the king of kings out of the pureness of their hearts and secondly we don't want to discount everyone there as being there for nothing we must be careful not to become like the next group that we're going to be talking about standing on the side and judging others as to why people are gathered so looking at the second reaction the other crowd as we read is of course the Pharisees let's look at their reaction verses 39 and 40 and some of the Pharisees in the crowd said to him teacher rebuke your disciples he answered I tell you if these were silent the very stones would cry out there's those were the same people that said let's not let the children come to Jesus he doesn't want them there there were the same people that are always looking and nitpicking at everything that Jesus would do try to find a fault in him try to find some kind of mistake to hold against him always looking for ways to discredit Jesus the Pharisees now the reasons we want to look at this reaction as well is to look inside ourselves and take notice how do we personally react when we see other people praising Jesus praising God what do we do when we see God's creation giving glory to God do we sit on the sidelines and be critical saying well you know I don't think this is the way that this should go I don't know if this is the way that God wants his worship to be done or I don't think this here is a sacrifice for God I think the main idea is when we do this we miss the opportunity of having that joy of having that joy that comes from the Holy Spirit that is granted upon us as we understand and submit to the creator of the universe that deserves all praise that deserves all kinds of worship all kinds of celebration and when we acknowledge that we experience that joy that comes from above and the reason that Jesus mentions the rocks is that he makes a point there all creation whether it's human or non-human all creation was made to worship God that if the disciples or the people would quiet down the rocks would get the joy then the rocks would be worshiping then it's not that we get to do something for God but we get to experience the joy of worshiping God and so if the disciples were to be quiet if the people were to be quiet the rocks would get the joy he deserves he deserves it fully and he will have us praise the question is will we be part of that celebration so wrapping up we looked at the preparation why the attention to detail we looked at the reactions but why is Palm Sunday important to us today what can we take away from this celebration or why should this celebration concern us today 2015 well the funny thing or the very interesting thing is that this event is totally different than what Jesus did in the past if we look at the past and the events that Jesus did he would move himself away from the crowd he would tell people I did this miracle but don't tell anyone what I've done here do not say or do not tell others what I've done for you or what was done what was healed or what miracle I performed for you but now he makes this event very public and on purpose he wants us to see who he is this Palm Sunday is not to be kept in secret he walks out into the crowd and says hey I am Jesus I am the one that Zechariah would prophesy about or did prophesy about 500 years ago I want everyone to know who I am so that later you know who I am when I go to the cross and die for your sins you would see me and you would recognize I would go later this next week and die for your sins so the bigger purpose here is again I want people Jesus would say I want people to know who I am I'm going to make this very public because I'm going to go to the cross and I want them to remember me when I go to the cross and die for their sins that he would be the one that everyone knew who this man was that was bleeding and being beaten for all that were gathered there and he was bleeding and being beaten and dying for you and me and for us there was a bigger purpose here there was a purpose that I was scheduled to preach in April but God wanted me to notice his son he wanted me to notice Jesus he did not want me to miss this story here we switched speakers and I'm convicted this whole time I'm looking at this wow I never paid attention to Palm Sunday never he is the one who will later die for you and me and he wants us to notice him same thing goes for all of us this is the purpose of Palm Sunday Jesus wants you to notice him he wants you to know who he is he wants you to know who would die for you do not miss this event my friend Hosanna my salvation is here amen amen Jesus is mine our one of glory divine this to who this is my story this is my song praising my savior all Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Крепко его стеной И сказал, это есть город мой Мою дел, мое царство навеки в нем Не отдам, не будет разграблен он Обновлю я городскую стену Защищу, город мой защищу Город мой, есть душа А вокруг вера стена Мой Господь, моя гора Мой Господь, моя скала Мой Господь, моя скала Мой Господь, моя скала Царь, царе, великий Бог Чудно имя Его Царь, царе, великий Бог Царь, царе, великий Бог Провозгласите все Провозгласите все Царь, царе, великий Бог Царь, царе, великий Бог Чудно имя Его Царь, царе, великий Бог 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 Чудно имя Его Царь, царе, великий Бог Царь, царе, великий Бог Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 41 стих Евангелие от Луки 19 глава 41 стих И когда приблизился к городу, то смотря на него заплакал о нем и сказал О, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему Но это сокрыто ныне от глаз твоих Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами И окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя И побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне За то, что ты не узнал времени посещения твоего Вот мы видели из прочитанного здесь отрывка, вот эту печальную картину Христос плачет, проливает слезы Вот почему Христос плачет здесь об Иерусалиме? Да, мы знаем, Христос, Он видел вот эту будущность этого народа Он видел, что ожидает этого народа Это бедствие, это разрушение города Иерусалима Но что самое печальное, Христос здесь подчеркивает Он говорит, что народ, Он отверг истинного царя Народ не узнал времени посещения твоего Давайте мы обратим внимание на 41 и 42 стих И прочтем И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал Ой, если бы ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему Давайте мы с помощью Духа Святого Мы поразмышляем в этом мире Давайте поговорим, о какой мир ожидал этот народ израильский И о каком мире говорил Христос Вот когда мы говорим о мире Мы подразумеваем это благословение, спокойствие Если мы желаем мир кому-то И сам Бог, Он обещал израильскому народу В Ветхом Завете, что Он подарит этот мир Придет Мессия на землю, и Мессия принесет этот мир народу Божьему Наступит это долгожданное время И Ветхий Завет очень много об этом говорит Евреи, они знали это, понимали Они ждали вот этого мира, спокойствия И вот Захария, например, давайте обратим внимание Захария, 14 глава, 3 стих Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов Как опочился в день брани И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской 8 стих И будет в тот день Живые воды подтекут из Иерусалима Половина их к морю восточному Половина к морю западному Летом и зимой так будет И Господь будет царем над всей землей В тот день будет Господь един И имя Его едино 11 стих И будут жить в нем И проклятие не будет более Но будет стоять Иерусалим безопасно И также Исаия, 2 глава, 4 стих И будет он судить народы И обличит многие племена И перекуют мечи свои на орала И копья свои на серпы Не поднимет народ на народ меча Не будут более учиться воевать Вот это спокойствие, это время, которое ждал этот народ Называется тысячелетним царствием, братья и сестры Мы это знаем И вот тогда Христос Он придет уже на землю Со своей церковью Он придет сюда и будет царствовать В Иерусалиме, над всей землей Тогда настанет этот мир О который ждали вот эти евреи Встречая Христа Мы читаем об этом Что израильские народы Они кричали, говорили Благословенно грядущее во имя Господа Царство, мир на земле 38 стих Благословен царь, мир на небесах и слава вышних Они ждали, ждали этот мир Они видят Христа Вот он идет, царь царей принесет на мир Сами ученики, они видя это Что народ так возвышает Христа Они сами подумали, что вот-вот сейчас Они начнут царствовать Вместе со Христом В это время Лука говорит Ибо он был близ Иерусалима И ученики Они думали, что скоро должно Открыться царствие Божье Но Христос, он видя все это, он плачет Он говорит О, если бы ты Хотя в сей твой день Узнал, что служит к миру Твоему Христос Дальше Прорекает очень страшные слова Проклятия 43-44 стих Это противоположно миру Ну почему? Ведь народ, он же встречает Христа Они провозглашают Мессия, царь наш грядет Почему Христос так говорит? Вот что нужно было сделать народу Божьему Чтобы Христос, он воцарился Да, чтобы он принес этот мир О котором мы много говорили Чтобы израильский народ избежал Вот эти все проклятия О которым Христос сказал Что нужно было сделать народу? Народ не узнал Народ не понял О каком мире Говорил Христос Они не знали Как мы прочитали Что служит к миру Народ упустил Очень важную эту деталь Итак, братья и сестры Что служит к миру? О каком мире Христос говорил Учил Вот мы говорили Об этом тысячелетнем царстве Об этом мире Давайте внимательно посмотрим На каких основаниях Бог оставил этот Это пророчество народу Божьему Этот мир Это тысячелетнее царство Этот мир И тысячелетнее царство Оно основывается на трех заветах Которые Бог заключил С Израилем Итак Завет с Авраамом Первый Второй завет с Давидом Третий Это Новый завет Давайте мы обратим внимание На первый завет Завет с Авраамом Бытие 15 глава Мы там читаем Как Бог Он заключает этот завет Договор с Авраамом Он ему обещает Потомка Что через него Пройдет этот народ Благословенный Многочисленный народ 18 стих Бытие 15 В этот день Заключил Господь Завет с Авраамом Сказав Потомству Твоему Даю я землю сию От реки Египетской До великой реки Ефрат И дальше Бытие 22 После того Как Авраам Еще проявляет Послушание к Богу Бог виден это Он еще добавляет К этому завету Больше Он говорит Бытие 22 16 И сказал Мною клянусь Говорит Господь Что так как ты Сделал с ее дела Не пожалел Сына твоего Единственного твоего То я Благословляя Благословлю тебя И умножая Умножу семя твое Как звезды небесные И как песок На берегу моря И овладеет Семя твое Городами Врагов твоих И благословятся В семени твоем Все народы земли За то что ты Послушался Глаза моего И так Бог Обещает Аврааму Вот это благословение Что его Потомки Они будут Жить спокойно Придет Это семя Авраама Которое Даст благословение Всем народам Галатам 3.16 Апостол Павел Поясняет этот завет Но Аврааму Даны были Обетования И семени его Не сказано И потомкам Как бы о многих Но как об одном Семени твоему Которое есть Христос Как раз таки Бог Обещал Мессию Обещал народу Божьему Послать этот покой Этот мир Через Христа И до сего Израильский народ Они ожидают Этого мира И Мессию И второй завет Это завет Бог заключил С Давидом Который говорит Об этом царстве Не об этом мире Второе царство Седьмая глава И я устрою место Это десятый стих Я устрою место Для народа моего Для Израиля И укореню его И будет он Спокойно жить На месте своем Не будет тревожиться Больше И люди нечестивые Не станут более Теснить его Как прежде И шестнадцатый Двое цитих И будет непоколебим Дом твой И царство твое Навеки Пред лицом моим И престол твой Устоит Вовеки Видите Вот в этом Завете с Давидом Бог обещает Давиду Что через Его Через Давида Произдет Этот царь Что Давид Его трон Будет царствовать Вовеки Это как раз таки Говорится о Мессии И этот Мессия Как мы прочитали Израиль Будет спокойно Жить На месте своем И будет тревожиться Больше Когда будет царствовать Мессия И евреи Они понимали Как раз что Только в том Течет Эта царская кровь Имеет право Царствовать Над народом Божиим И Бог Обещал Этого царя Через Давида Что этот царь Освободит Израиль От притеснений И будет царствовать Над всей землей Этот царь Но Бог Братья и сестры Он оставил Еще один Завет Это новый Завет Как раз в это время Израильский народ Он знал об этом Завете Они читали Об этом завете Но Не обратил на него Внимания Когда пришел Христос Спаситель Этот завет Играет огромную роль В исполнении Вот этих двух Остальных заветов Которых мы говорили Об этом мире Очень важно понять Что только тогда Когда израильский народ Вступит в новый завет С Богом Когда он не примет Этот завет Тогда настанет Этот мир Который Бог Обещал в заветах Аврааму И Давиду Давайте мы обратим На новый завет Иеремия 31 Говорит об этом Иеремия 31 Глава 31 стих Вот наступают дни Говорит Господь Когда я заключу С домом Израиля И с домом Иуды Новый завет Не такой завет Какой я заключил С отцам их В тот день Когда взял их за руку Давайте мы 33 Прочтем Но вот завет Который я заключу С домом Израилевым После тех дней Говорит Господь Вложу закон Мой в внутренность Их И на сердцах Их напишу его И буду им Богом Они будут Моим народом И уже не будут Учить друг друга Брат-брата И говорить Познайте Господа Ибо все сами Будут знать меня От малого До большого Говорит Господь Потому что я Прощу беззакония Их И грехов Их Уже Не вспомяну Более Вот этот завет Как раз таки Который упустил Израильский народ Был истинный мир Этот завет Говорит О прощении Грехов Этот завет Говорит О примирении Народа Божия Народа Израильского Израильского о примирении, об этом Новом Завете, то мое сердце, оно переполняется славой, хвалой Богу. Потому что мы, братья и сестры, сейчас мы участвуем в этом Новом Завете. Мы приняли этот Завет Бог, Он оправдал, очистил нас. Теперь Христос является нашим Царем, и Он примирил нас с Богом, и мы обрели этот истинный мир. Слава Богу за это, братья и сестры. И Христос, Он также принес этот Завет своему народу, но они не приняли Его, они отвергли этот Завет. И поэтому Христос, Он плачет. «Ой, если бы ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему...» Давайте мы обратим внимание дальше. «Но это сокрыто ныне от глаз твоих». Народ израильский отвергает Завет. Бог теперь, Он скрывается от этой толпы народа, которые прославляли, возвышали Его. Он их оставляет и теперь уединяется с 12 учениками своими в горнице. Только там Он им в тишине, на единении, открывает этот новый Завет. Эти ученики принимают этот Завет. Это как раз-таки начаток Церкви, нас с вами, братья и сестры. Мы читаем Луки 22, Евангелие от Луки 22, глава 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера, говоря, «Сия чаша есть новый Завет моей крови, которая за вас проливается».» Видите, братья и сестры, новый Завет является кровью Христа, является очищением от грехов, это покаяние, это примирение с Богом. На этой неделе, братья и сестры, мы будем принимать участие в этом служении, мы будем пить из-за этой чаши и этим самым мы будем показывать окружающим людям, что мы примирились с Богом, мы находимся в новом Завете с Ним. Бог искупил нас, мы теперь имеем часть со Христом. От Иоанна 6 говорится, 55 стих. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий кровь мою пребывает во мне, и я в нем». Посредством крови Христа, его жертвы, Бог примирил нас с собой. Бог также хочет видеть покаяние в своем народе. И вот Бог очень много раз призывал израильский народ, как мы об этом говорили, но они отвергли его. Даже, заметьте, пред самым приходом Мессии, Бог посылает Иоанна Крестителя для того, чтобы Он приготовил сердца людей, чтобы Он их призвал к покаянию, чтобы когда Христос придет, чтобы они Его встретили с раскаянием, приняли этот новый завет. Ведь что говорил Иоанн? Иоанн, мы читаем Луки 3 глава 2 стих, «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарию, в пустыне, и он проходил по всей крестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». 8 стих, вот что говорил Иоанн, «Сотворите же достойные плоды покаяния». Иоанн Креститель призывал народ Божий к покаянию, чтобы народ Божий правильно встретил Христа, чтобы народ Божий вступил в этот новый завет. Но они не приняли этот призыв. Иоанна Крестителя обезглавили. Луки 13 глава, мы читаем, Иисус произносит очень печальные слова, 34 стих, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать щад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст, сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен гряды во имя Господне». Возвращаясь к нашему тексту. Но это ныне, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Христос оставляет израильский народ. Израильский народ вступает в период духовной слепоты. Теперь Бог через Иисуса Христа, Он нас примеряет. Мы заключаем новый завет. Эта церковь Христа рождается. Теперь мы имеем эту часть и привилегию быть в этом завете с Богом. Но мы знаем, что настанет этот момент, когда израильский народ покается. Благодать Божия, она еще раз зальется на них. И они раскаются, они будут горько плакать. Они будут каяться о том, что они приняли своего Мессию. И Бог, Он примет это покаяние. И народ Божий вступит в этот новый завет. Мы читаем об этом времени Захария, 12 глава, 9 стих. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати и умиления. И они возряд на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. После этого покаяния израильский народ заключит завет с Богом. Бог примет их, Он примирит их с собой. И тогда этот мир, который Бог обещал через Авраама, через Давида, настанет тысячелетнее царство, где Церковь, Христос и народ Божий будут царствовать. Тогда, когда Христос придет, Он истребит всех врагов Израиля. Христос, Он возьмет самого сатану и заключит его на тысячи лет. Все зло будет истреблено. Все те, кто стоял против Христа, все те, кто не был в мире со Христом, они будут ввержены озеро Огненное. Мы об этом читаем в Слове Божьем. Я знаю, что среди нас есть те, кто еще не в мире с Богом, те, кто не принял этот Новый Завет. Поэтому, друзья, я обращаюсь к вам и прошу, пожалуйста, не медлите, не отвергайте этого призыва. Вступите в Новый Завет с Богом, со Христом. Можете спросить, как это сделать? Придите к Нему с молитвой покаяния. Скажите Ему, что вы грешный человек. Попросите Ему о прощении ваших грехов. Попросите, чтобы Христос, Он очистил вас, чтобы Христос стал вашим Царем, чтобы Христос взял вас и примирил с Богом. Бог тогда посредством крови Христа, посредством жертвы Христа, Он примирит вас с собой, и вы вступите в этот Новый Завет. И тогда вы обретете этот истинный мир. Слава Ему Завет. Вы можете сделать это в любое время, можете сделать это прямо сейчас. А сейчас давайте мы помолимся Богу и прославим Его. Аминь. Через житейское море Нужно войти из Него, Аминь за нас на гору Среди житейских морей. Страшно, что шумует море, Пудрики, слезы бьют, Пудрики, слезы бьют, Но и за что беззирая мы продолжаем путь. Сио, радость Твоя, Бог мой молит тебе, ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ